Всем привет! Меня зовут Надя Нашмарфин, и мы сегодня продолжаем игру «Зайчик». На уроке я достала тетрадь. С величайшей осторожностью, будто бы она была хрупким сокровищем. Полистал, вчитываясь чужие предпочтения. Изрядно удивился, обнаружив кривоватый почерк Ромки. А-а-а! Все-таки она давала свою анкету Ромке! Рома Патифан, шестой вы! Шафутинский, 23-я феваля! Гулять, купить бумер! Шварцнеггер, не берь, не бойся, не проси. Утинные истории. Надо же! Рома смотрит утинные истории. Буквы вылезали за рамкин клеточек, словно стеснялись своей бесформенности. Грозный Ромка нашел время заниматься такой ерундой. Я улыбнулся в кулак, узнав, что любимый мультфильм Ромки даже не черный плащ, а утинные истории. Где-то далеко учитель декламировал отрывки из рассказа Андреева Кусака. Не было не до него. А, вот, Полина Морозова, 6-й В. Франц Шуберт, день рождения. Слушать, увидеть мир, Уберт Шуман. Потерять всех, кого люблю. Бременские музыканты, дедушка. Страницу с ответами Полины украшали цветы и вырезки из журнала Кукгерл. Любимая музыка Шуберт. Лучший друг дедушка. Хобби не скрипка, как я предполагал, а куда более загадочное. Слушать? Слушать? Неужели такой банальный процесс может быть увлечением? Я посмотрел через головы одноклассников на Полину. Она сосредоточенно записывала за учителем. Вопросы. Как тебя зовут? В каком классе ты учишься? Любимая музыка? Любимый праздник? Твое хобби? Какая у тебя мечта? Твой герой? Чего ты боишься больше всего? Твой номер телефона? Твой любимый мужчина? Лучший друг. Да, я помню, такие анкеты были, были. Я пролистал тетрадь до чистой страницы и вооружился ручкой. Петров Антон, 6-й В. Я долго вспоминала любимого музыканта, пока на ум не пришла модная группа Кармен с крутыми танцорами в клипах. Так, посмотрим в словаре. Кармен – советская российская технопоп-группа начала и середины 90-х. Была основана Богданом Титомиром, Сергеем Лемохом. Запомнилась экстравагантными танцами и музыкальной темой к мультфильму «Капитан Пронин». Не знаю, что за танцы и что за мультфильм «Капитан Пронин». Никогда про это не слышала. Любимый праздник – это просто. Новый год, естественно. Хобби – рисование. Мечта? Пускай будет посетить Диснейленд. Мой герой. Я, не раздумывая, начал по… Остановился на первом слоге из двух. Вдруг тем, кто будет читать анкетам, и выбор покажется смешным и глупым. Обмозговав, я решил, что далеко не все стоит доверять бумаге. Паук – закончил я, сверху присобачил человек. Человек – паук. Почему бы и нет? Чего ты боишься больше всего? Я написал незамедлительно. Потерять дорогого мне человека. Твой номер телефона. Никакого секрета. 3-03-95. Любимый мультфильм? Трансформеры. Лучший друг. Я замешкался, прикусив колпачок ручки. Лучший друг. Перечисал я анкетный вопрос. Такой легкий и такой важный. Ответом были две буквы, я аккуратно вписала их в клеточки. Ты. Да ты знаешь ее один день. Какой она у тебя лучший друг? Ты ж не знаешь ее ни хрена. Ты, повторил я, выныривая из школы. Морозный бодрящий воздух обдал мои щуки рюмянцам. Солнце похоже на целый яичный желток ярко светило. Дорогу словно отлили серебром. Снег искрился, преломляя солнечные лучи. И я, досожмурившись, улыбался слепительной белизне. Я от чего-то волшебного из-за выщего в груди. Потому что вдруг может таиться нечто большее. Слышь, хорош лыбу тянуть. Здрасте. Улыбка скукожилась на зеленевших губах. Бяша топтался в центре двора. Ботинки неторопливо ей лозили по льду. Я не тяну. Попробовал обойти его как же. Фортуна помахала ручкой, сгинув в ранних сумерках. Торопишься на. Тороплюсь. Тебе-то какое дело, тороплюсь. Немного. Меня папа ждет. Я ему чиркну на пейджер, что ты не придешь. Пейджер – электронный приемник текстовых сообщений. Для того, чтобы отправить текст на пейджер, надо было набрать телефон оператора, сообщить номер или название абонента и продиктовать сообщение. Глаз непроизвольно дернулся. Взмокла кожа. Эй, демный. Тебе дельце есть. Я почувствовал холодок за пазухой. Больно не понравилось слово дельце. За этим словом, произнесенным вот так, через плевок, обычно скрывались разные темные штуки. Так говорили незнакомцы, звоня нам в старую квартиру по телефону. Бач, позови, дельце есть. Бяша обернулся. В облегающем капюшоне он был похож на космонавта. Если бы он был звуком, то, скорее всего, пронзительным свистом, сигналом того, кто сторожит на шухере. На заднем дворе, как назло, никого не было. Блять. Никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял широко раздвинув ноги. Правая рука была спрятана за спину. Сухие губы, плотно сжаты. Глаза стреляют то в меня, то по сторонам. Я всей душой надеялся, что Ромка не видел нас с Полиной вместе. Привел, на. Вижу. Ну, здорово, Антоша. Что тебе нужно? Он медленно извлек из-за спины узкое хищно-блестящее лезвие. Нож, стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Я инстинктивно отпрянулся в Биашу. Ромкина шестерка подтолкнула меня обратно. А мы с Биашей хотели узнать. Ты не держишь на нас обид? Ромка принялся ковырять желтый ноготь, с коварной усмешкой устаившись на меня. Ну, там, в лесу. Мы были немного грубы с тобой. Там понимаешь, такое у нас воспитание. Ебать ты жуткий. Да, до вас городских далеко. Я кивнул, глядя на нож. Скажи, Антоша, я тебя в последний раз не сильно огрел. Три дня отойти не мог. Да нет. Ну и славно. А то я затревожился, что память тебе отбил. И ты запамятовал, о чем мы в толковой были. Лезвие переливалось в закатном свете. И так же зло переливались в зрачки Ромки. Не тыкай в меня ножом. Он шагнул ко мне. Поводил ножом в сантиметре от куртки. Одно движение, и сталь вспорит ткань. А если надавить глубже... Нам одна птичка напела. Ты опять возле Полины отирался? Страшно было так, что я не сразу понял, кто такая Полина. Мозг сбоил, колени тряслись. Вдруг позади Ромки неспешной походкой пришла наша староста. Ну кто еще мог это сделать? Шапка у тебя, кстати, дурацкая. О, смотрю, мальчики, вы нашли общий язык. Да-да-да. За мной должок, Катька. Ой, не благодари, Ромочка. Я всегда на страже настоящей любви. Да-да-да. Да-да-да. Клянусь, я убью тебя. Так, я не слышу. Ты к Полине подходил или нет? Мы так болтали. Сейчас Анкида ее найдет. Болтать будешь кишками, когда я тебе брюхо вскрою. Ты с такой посадят. Лезвие плашмя прошлось по мою рукаву вверх и достало до воротника. Витя растужал лицо, но струйка пота стекала по виску. Наверное, мне надо объяснить так, чтоб ты понял. Ёптать. Рукояти и клинок завертелись в опасной пляске, как лопасти вертолета, сметавшие все на своем пути. Ой, блядь. Я попыталась все вернуться, но, делав шаг назад, подскользнулся и гротнулся на пятую точку. Амулет Полины будто того и ждал. Бросился из-под воротника навстречу острию ножа. Подвеска не дала когтю впиться в шею обидчика, и оберег глухо рухнул мне на грудь. Казалось, колотая рана вот-вот посыпется на меня в таком количестве, что я захлебнусь собственной кровью. Но почему-то ромка застыл, словно завороженный. Он стоял с занесенной для удара рукой и, вытращившись на пробиркушку, уручал что-то злобное и не членораздельное. Полин подарок одним своим видом бесил ромку, но одновременно связывал его руки. Это длилось неестественно долгое время, так что Бяша с непониманием нахмырился. Где-то наверху скрипнуло открывающееся окно. Адреналина уже было предостаточно, и почти взлетел с места, и я бросился прочь. Ромка ожил, когда я был уже далеко, и бросил мне вслед пугающее напоминание. Попробуй еще раз позабудь! Я дурак, я попробую. Че у меня? Антоша! Антоша. Да-да-да. Во рту стоял привкус гадкой воды, которую я запил в лекарства. Все мысли занимала только Полина. В общем, я сегодня книжку читала. Там ребята учились в школе. Прямо как ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Да-да. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили, и делали все своими руками. Нужно было сначала принести природные материалы, листики всякие там, потом еще... Ебать интересно. И потом они все это разбирали, и кремли на бумагу, и друг другу дарили, открытки делали там всякие, и ящички, в которые потом подарки нужно... Я бродил по дому, будто пьяный, поддакивал сестре, толком не разбирая, чем она говорит. Я уже из дома принесла елочные игрушки, но старые игрушки, которые уже никому не нашли были... Оля же толдычила и без перебоя, то я делала вскидывая руки и смеясь, как вдруг так же резко смокла, и уставилась на меня до более знакомого колючим маминым взгляда. Меня буквально выдернуло из темницы разума, где клокочущие мысли, подобно гарпиям, обрушились на мой искусственный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру, сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее, тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда. С ее грозной позой, видя заглавное буквы F и вздернутый к потолку бровями. Ты меня не слушал, так? Сейчас меня Оля зарежет за то, что я ее не слушал. Дурацкая у тебя там была книжка на самом деле, про то, как они в школу шли и какие-то поделки там делали. Сильно надо это слушать тоже мне. Она образнула ядно в мою сторону, копируя мимику и интонацию чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свое свободное время. Ну так она маленькая, с кого еще копировать поведение? Только с мамой, а мама вон какая постоянно злая. На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей за все эти годы, стал слабее и опасно затрепыхался на ветру затянувшихся перемен. Еще немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее в башне. А это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости. Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в лалушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, селись найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Сейчас на тебя приставка и стукнет. Оля нахоклилась, однако искрка интереса спиртнула в изумрудных глазках. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. На одном поиграем. Ну, ты за левую часть, я за правую. Нормально все будет. А папе починить некогда. Давай сами починим. Ты же читала книжку про то, как там дети что-то в школу принесли. Почитай там папину книжку по электрике или что-то и починим. Можем из пистолета пострелять. Покни в голову. В ковбоев или уток. Хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Пойди целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля приснулась со смеха. Ледяное сердце окончательно растаяло. А как ты догадался? Я сейчас знаешь, какая меткая. Считай, уже проиграл. Да, проиграл. Проиграл, проиграл. Не до того напало. Включай скорее. Так, это что открыть? Открыть. А что там? Я спрятал печатку Семёна в ящик письменного стола. А, только он совсем спиздил эту печатку. Я думала, типа его... Мент застукал. И он обратно положил, а он её с собой забрал. Ну и дурак. Улики-то такие. Хотя сам до конца так и не понял, поступил ли я правильно, украв милиционера важную улику. Наконец, я перебрался в комнату сестры. Мне кажется, это плохо кончится, если он спрятал эту улику. Нехорошо это. Малютка подскочила к телевизору и щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона. Явно пытаясь выткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки из телепередач маячили на ламповом экране. Пока Оль листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Дэнди. Игровая приставка, распространённая в республиках бывшего СССР. Неофициальный аппаратный клон консоли третьего поколения Фомиком или Нес, японской компании Нинтендо. Фомиком или Нес никогда официально не продавались в России в 90-х. Поэтому китайская подделка Дэнди, которая была широко распространена по доступной цене, снискала большую популярность. Что дома интересного происходило? Да она же тебе рассказала тебе всё. Вопрос был обывательским, я даже и не задумалась над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретённый дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Что случилось, Оля? Рассказывай. Сестрёнка вставила кабель на место и, выдачив испачканную ручонку, стала неуклюже отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Она замолчала, а на секунду показала, что на её глазах выступили слёзы. У неё опять был этот страшный. Кто? Дядя? Оля взглянула на меня мокрыми глазёнками-блюдцами. Приступ. А, приступ. Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебрались в этом богом забытый край, мамин и приступы пугающе участились. Вот, например, у нас большая рука. Видите? Она в газету была завёрнута и пахнута. А мама опять начала злиться. Потом взяла ночь. Оля поёжилась и с опаской выглянув в окно. А не значит, прям поругаться. И... Я замер, представляя, как сестрёнка, такая маленькая, незаметная, стояла посреди кухонного проёма. Она даже не пыталась спрятаться. Родители попросту её не замечали. А потом мама ударила. Кого? Рыбу? Вот так! Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыбу! Рыбу. Она была живая, твой. Ей было больно. А мама... Мам! Мне было легко представить, что было дальше. Извивающаяся рыба с вокнутыми в жабры клинком брызнула зловонной слизью на мамино лицо. Если смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда при нас человека сбило автобусом, и кровь размазалась по лобовому стеклу. Или когда бабушка отрубила голову цыплёнку. Мама всегда впадала в странный, пугающий до дрожи приступ. Ёптеть, это эпилепсия у неё, что ли? Ей надо что-нибудь в рот положить, чтобы у нас язык не откусило. Её глаза закатывались, она падала навзничь, как спиленное дерево, и заевалась, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивая стульев и плёвая обрывки пугающих фраз. Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили её. Он засмеялся тоже. Тебе точно это не приснилось? Какая-то шизофрения начинается. Так старше, как-то он видел, что молит-то плохо. Неуютная фигня. А потом заплакать. Ну, кстати, может быть, от стресса человек может резко заплакать. Ой, господи, заплакать. Засмеяться, а потом заплакать. У меня тоже такое бывало, довольно странная хрень, когда... Чё-то происходит, а ты стоишь и ржёшь, а потом начинаешь рыдать, как ненормально. Это стрессовая хрень. От услышанного у меня дёрнулась бровь. Безумие, источаемое лесом и окончательно завладевшая мамой, перебросилось и на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив её в крепкие объятия. Она отмылась мордашкой мне в грудь, и я почувствовала, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Ну, кто их знает? Бывает такое. Они сумасшедшие? Ну, может быть, чуть-чуть. Не находя, как правда, троительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и всё, что я мог, это... Так это покрепче обнять Олю. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Переключи! Переключи! Скорей! Сколько бы раз она не видела эту заставку, всё время реагировала одинаково, как и при виде совы. У меня самого выступали мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому моментально вспомнил пожелания сестры. Вид. Логотип телекомпании, представляющий керамическую голову древнекитайского философа Го Сяна с трёхлапой жапой на голове. Символ ужаса детей России в 90-х. Играть? Давай играть. Мы ещё после этого играть будем? Наконец на экране появился список многоигровки, идущий в комплекте вместе с приставкой. Досадно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровня одной и той же игры. Я подобрал серый прямоугольный джойстик, стал выискивать в пиксельном многообразии и знакомые английские слова про утинную охоту. Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяющей, она спокойно поинтересовалась. Да пизда у меня там в школе, меня убьют скоро, Оль. Ты это, не переживай, когда меня хоронить будут, это меня главная словечка там замолвит, что я хороший был. Я с одной девочкой подружился. Но меня за это зарезать скоро могут, но ты не переживай. А она красивая? Я смутился. Ну, я не знаю. Да, правда, скажи уж. Ты засмущался. Значит, очень красивая. Оль, ты еще маленькая, куда ты лезешь? Перестань, Оль. Все тебе интересно. Сиди дома, книжки читай. Влюбился, влюбился. Ой, блин. Оля, блин, сейчас не буду с тобой играть. Ха-ха, ну я пошутила. А ты нас познакомишь? Ну, может быть. А как ее зовут? Олина. А ты покраснел. А где вы будете жить, когда поженитесь? Ёб твою мать, не вопросы у тебя, конечно. Прям сходу. Мы будем играть или нет? Я вставил световой пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Чуря первая! Ну, давай. А что, играть прям надо? Прям играть? А как играть? Я не знаю, как. Мам, мне надо что-то делать? А, не, подожди. А, это ты играла? А, я за тебя стреляю тут. Ах, ты гадина. Считай, это я тебе поддалась. Ладно. А как долго мне надо играть? Ёб твою свет. Летите, они, конечно, залетали. О, это ты виноват, что я промазала. Чем? Я тебя не толкала. А че это она ей только... Ей только три выстрела, а мне че-то до хрена. Тупая ты курица летающая. Да ёб твою мать промазала. Мне вышло достижение, что я бяка. Я не знаю, почему я бяка. Я так же не попадала, как она. Че я? Антон? Антон? Мама докричалась за меня только с третьего раза. Антон, а он тебя к телефону? Да ёб твою мать, кому я нужен? Девушка какая-то. Да ёб твою мать, палей на меня сейчас спалит перед всем домом. Моментально протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Не споткнусь. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Олей игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. Чё тебе всё надо? Чё звонишь? А, ну да. Она сама молодая. Чё хочешь? Чё тебе надо? Не мешаю? Не мешаешь. Меня зарежут за тебя. Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор, и чем я рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежали карандаш и потрёпанный блокнот. Я взял их и принялся водить грифлям по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норовящее соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. Ах ты гадина. А тебе действительно Кармен нравится? А чё? Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Так чё написала тогда не то? Чё неправда написала? Ну я почему-то постеснялся это написать. Карандаш у него женский профиль, глаз, длинные ресницы. Я, кстати, такие картинки постоянно рисовала, когда сидела рядом с телефоном. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не услышал. Здесь ужасно тоскливо. Дома. Я чуть-чуть должна веселить теперь. В посёлке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. Дело даже не в пропавших детях. Да ладно, там в лесу звери танцуют. Вроде прикольно. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про... Ну... Голос этого места. Он не мелодичный. Грифель набросал дом, окружённый высокими деревьями. Мне кажется, я от тебя понимаю. Моя сестрёнка говорит, что чувствует себя заточённой в темницу. Вот и я... Я очень люблю дедушку. Бросьте его, мальчик. Но порой так хочется убежать. Далеко-далеко. В лес. Подумал я отчуждённо, молюя хвойные лапы. Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть. И ветви закрывали от посторонних глаз. Я когда рисую, будто путешествую. У меня так же со скрипкой. Её... Я осознала, что рисую нож бабочку. Зачеркну. Воспоминания о Ромке испортили настроение. Не давая ответить, Оля спустилась по ступенькам. В её руке была зажата книжка с розовой обложкой энциклопедии маленьких принцесс. Ты знаешь, что в этих энциклопедиях маленьких принцесс пишут про этикеты, что не нужно прерывать чужой разговор? Ты. Или ты читать не умеешь? Нет, умеешь. Я прикрыл ладонью трубку. Я разговариваю. В самом деле, иди читай свою энциклопедию. Что случилось? Чё надо? Почитай мне, пожалуйста. Ой, господи, начинается. А что там читать в твоей энциклопедии маленьких принцесс? Мама уснула. Так и ты усни. Сколько времени? Наверное, уже поздно, раз мама уснула. Иди к себе, я сейчас. Только быстрее, ладно? Ладно. Последнее слово прозвучало излишне раздражённо. Я вздохнул, наблюдая, как сестра семенит по лестнице. Прости, надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг. Размышляя о девочке, за которой мне грозит смерть от ножа, я поплелся на второй этаж. Рассказать бы отцу. Попросите его мужского совета. Так сказать, спроси. А, но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома. Родители мне до меня, если не сказать грубее. Ну, где твоя книжка? Я осёкся. Детская была пуста. Оль? Оль? Наверное, пробралась ко мне. Я зашагал по коридору. Тени наседали комнату. Занавеска колыхалась, будто кто-то хоронился за ней. Я улыбнулся. Тихо прокрался к окну и распахнул штору. Попалась! А кто? А кто-то уводит? За тканью никого не было. Окно, как кран телевизора, показывало зимний пейзаж. Фонарь, поле и в самом его центре предыдущие фигурки. Алиса и Оля. Алиса увела Олю? Я ахнул, прижав кулак к рту, впился зубами в кожу. Алиса уводила в чащу мою сестру. Понадобилось меньше минут, чтобы я в торопях оделась и вылетела из дому. Сердце стучало пулемётной очередью. Атлес стянуло холодом и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позвал распознать в них мою сестру и девочку-лисицу. Я помчался к забору, слышавое ветро в ушах и ритмичный скрип под подошвами. Фигура повыше шевельнулась и устремилась к чащобе. Плавно, будто конька бежит на льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, чётно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно. Я подумала о доме, а хлебкой крепости позади. Наконец я достиг сестрёнку, одетую в одну курточку. Оля! Ты видел лисичку? Блядь, какая лисичка? Домой пошли. Оля, зачем ты вышла на улицу? Если мама узнает... А это не Оля. Сестра замерла к тайге лицом. До неё было рукой подать. И я зачем-то положила озябшую кисть ей на плечо, наверное, убедиться, что всё это не сон. Ой, блядь. Ебать. В мою сторону торчал острый клюв. Со всех сторон усеян мохнатыми перьями, из которых склядывалась морда совы. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. Ого! Не узнает. Голос был точь-точь Оли, но за перьями и картоном таился никто иной. Я рванул прочь, словно меня стяганули нагайкой. Существо в маске лишь притворялось Олей. Чтобы выманить меня, я бежал со всех ног, утопаясь в небу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый свет в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение! За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может, потому что совы умеют летать? Я уже карабкался по крыльцу. Вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Съерошенный волчок выпался из угольной тени дома, преградив путь. Он двигался дерганно, хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец и кортился в припалке. И пускай я чутливо видел, что волчья морда, обыкновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставила меня окоченеть. Ряженный потерся боком остолок крыльца и припал на четвереньки. Вынулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза образенно засверкали. Но зверь не нападал. Он то ползал вокруг пластунски, то трусил на четырех конечностях. С отвисшей челюстью я прибрал ногами, пытаясь держать его в поле зрения. Из-под прорезей маски сочилась жидкость. Тягучи капли падали на доски. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула в спину, шепнула, спасайся! Штакетин из забора замельтешили, я снова бежал в обратную сторону к зубчатой пахнущей хвоей кромки леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, зарычал. Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рахнул на землю. Подо мной застрелились зубучие снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадывалась все ближе, надумая едкий дым погребальных костров. Я снова побежала, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку, и уши запекло с лютого мороза, пока сам я весь не измок от пота. Поле наконец закончилось. Понимая, что не было лучшим решением мчаться в лес, я рухнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный сок не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком в мясорубку. Узел, выбивший из почвы корней, прихватил за стопу. Я врезался в шершавый ствол, сполз к самому основанию и в панике оглянулся. А что же там было, мы узнаем в следующей серии. Спасибо всем за просмотр, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok